ПЕСНЯ Великая Отечественная война Великая Отечественная война была самым тяжелым испытанием для нашего народа. Победа оказалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. Все, от мала до велика, вносили свой посильный вклад для отпора захватчикам. Вместе с солдатами на фронте и рабочими в тылу в строй встала и ПЕСНЯ. ПЕСНЯ помогала высоять народу и победить. Она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. ПЕСНЯ Песни звучали в исполнении фронтовых бригад, перед частями, уходившими в бой, в госпиталях и, конечно, на радио. И у каждой песни, родившейся в военные годы, своя история, свой путь и своя судьба. ПЕСНЯ Мы хотим рассказать о песне «Самоварю Самопалы». Песни, про славишей тульских умельцев и боевое оружие, которое они изготавливали своими золотыми руками. Давайте переместимся в город-герой Тулу, которая напрямую связана с нашей песней. ПЕСНЯ Осенью 41-го фашистские стреляли у стен Москвы и Тулы. Стране нужны были песни солдатской шинели, которые были способны сражаться и бить врага. ПЕСНЯ Вспоминает Анатолий Новиков Мы, музыканты и поэты, собрались в союзе композиторов в подвальном помещении. При свете коптилок создавали и обсуждали новые произведения. И вот там, в подвале, проиграл коллегам по нотам песню про Самопалу. Они одобрили. Через два дня ее подхватил краснознаменный ансамбль под руководством замечательного музыканта и патриота Александрова. На самом деле, песня родилась немного раньше, в 1940 году. Однако подлинная всенародная популярность пришла к этой песне уже после начала войны, когда вдруг оказалось, что ее содержание удивительно точно отвечает реалиям военного времени. Она прозвучала 21 января 1942 года. Проходил концерт под землей на станции метро Маяковская. Исполнил песню краснознаменный ансамбль Александрова. Радио транслировало концерт на всю страну. Краснознаменный ансамбль темпераментно исполняет Самовары Самопалы. Вспоминал о той радиотрансляции Анатолий Новиков. Мы радовались, что после тяжелейших боев Москва не унывает. Поют веселые песни, что песни мои слушает фронт. Вся страна с того концерта Самовары Самопалы стали одной из популярнейших песен военного времени. Стихи для этих песен написал очень популярный в те годы поэт-песенник Сергей Алымов. На его слова писали песни Михаил Блантер, Исаак Дунаевский. И исполнил Сергей Лемешев, Георгий Виноградов. Песни на его стихи это Вася Василек, Хороши в саду цветочки, Краснофлотский марш. Что же это за самовары-самопалы, о которых поется в песне? Существует несколько версий. По одной считалось, что среди бойцов самоваром называли станковый пулемет системы Максима. Станковый пулемет системы Максима – автоматический образец стрелкового оружия, обладающий высокой скорострельностью, позволяющий поражать цели неприятеля непрерывным огнем на дальних дистанциях, обеспечивая высокую плотность огня. Он являлся эффективным средством борьбы с пехотой и кавалерией противника. С 1905 года серийное производство пулеметов было налажено на Тульском оружейном заводе. Впоследствии к началу Великой Отечественной войны тульские оружейники внесли более 200 усовершенствований. Скорострельность станкового пулемета системы Максима составляла 250-300 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы – до 3000 метров. При стрельбе ствол перегревался. Для его охлаждения в кожух вокруг ствола наливали около 4 литров воды. Из-за высокой скорострельности вода в кожухе очень быстро закипала. Уже за первые 20 секунд непрерывной стрельбы вода нагрелась до 100 градусов. Получалось, что это оружие еще и самый быстрый самовар. Вторая версия, что самовар-самопал – это БМ – батальонный миномет калибра 82 мм. 13 ноября 1941 года Тульский городской комитет обороны принял постановление об изготовлении 82-мм миномета. Вопрос о миномете возник еще в первые дни боев за Тулу, когда в рабочем полку на передовой спросили командиров, чем помочь. Бойцы ответили – минометами. Вскоре первый 82-мм миномет был передан Тульскому рабочему полку. Миномет привезли с завода прямо в полк и испытали в бою. Позже рабочий полк получил еще 20 таких минометов. И третий вариант, что самоварами-самопалами называли фугасные огнеметы. В 1942 году на вооружение был принят фугасный огнемет – ФОК-2. По своему внешнему виду он немного напоминает самовар. Огнемет был очень просто устроен. Его резервуар имел два отверстия. В одной из них был вварен стакан для порохового заряда, а в другом – смонтированная сифонная труба. При снаряжении огнемета в зарядный стакан укладывали пороховой заряд, а поверх него – зажигательную шашку. При срабатывании запала зажигательная шашка поджигала пороховой заряд. Образующееся пламя выбрасывалось в виде факин. Фугасный огнемет позволял производить лишь один выстрел, после чего его перезаряжали и заправляли. В руках наших огнеметчиков это оружие стало очень грозным. За время Великой Отечественной войны огнем фугасных огнеметов уничтожено около 19 тысяч солдат и офицеров. Поражено 362 танка и бронемашины, 220 автомашин, 1468 огневых точек. Таким образом, конструкция оказалась достаточно удачной. Благодарность слушателей была велика. Как-то на одном из участков фронта, командир части, тотчас после выступления ансамбля, где исполнялась любимая бойцами песня «Самовары-самопалы», обратился к артистам с таким обещанием. Дорогие друзья, вы только что дали нам замечательный концерт. В ответ на него через несколько минут выступят наши артисты, которые покажут вам действия тульских самоваров-самопалов. Раздалась команда в честь краснознаменного ансамбля «Огонь» и на врага полился смертоносный кипяток. «Самовары-самопалы» Этим хитром самоварик, Граносовой боевой, За версту врагов ваш парень, Кипятокик огневой. За версту врагов ваш парень, Кипятокик огневой. Горячий пятипятокик, Самоварь-самопал дружочек, Самовары-самопал дружочек, Самовары-самопал дружочек, Самовары-самопал дружочек, Самовары-самопал дружочек, Эх, горяч себе кипяточек, самовар-самопал, дружочек. Редактор субтитров А.Семкин